всем привет я рада приветствовать вас на канале шугаринг дома ставьте пальцы вверх не забывайте писать комментарии особенно положительные комментарии меня очень радует что вы меня поддерживаете все-таки 90 процентов положительных лайков и уже только 10 отрицательных это значит что моя работа вам нравится и я продолжаю дальше а сегодня у меня модель пришла на ноги сегодня у нас будет отработка шугаринга ног и так опять же первое что мы будем делать как всегда снимаем липидный слой обрабатываем так скажем горячим полотенцем чтобы подготовить ноги в дальнейшей процедуре шугаринга модель моя знакомая поэтому наряд у меня немножко неподходящий пришлось тут по фантазировать немного в этом плане так обрабатывая ножки и еще в комментариях я встречаю да вот особенно те которые так скажем отрицательные комментарии постоянно одно и то спрашивают на такие я уже отвечать не буду когда я десять раз про одно и то же это все повторяю теперь я подсушиваю после горячего полотенца ножки вот смотрите да обратите внимание ну тут камера конечно может далековато но видно что волос вообще практически нет хотя у у этой девушки да был черный длинный густой волос на ногах волос действительно такой черный его очень хорошо было видно и было очень много именно по данному методу шугаринга я и сделала раз пять ноги и вы посмотрите какой результат модель пришла ко мне даже через больше двух месяцев это прошло где-то недель 9 представьте пришло на ногах волос вообще практически нет то есть в основном волосатые участки остались это где колено и немножко на играх а так в принципе волос уже вообще нет вот вам результат такого шугаринга на уровне именно эпиляции как это можно назвать депиляции если я достаю луковицы волос это уже не депиляция это явно уже более глубокий уровень из этой эпиляции на эту тему тоже много писали просто в комментариях так скажем так сейчас я талька тут ну детскую присыпку талька разношу опять же салфеточкой везде чтобы равномерно все было так что поэтому я просто вижу по своим клиентам ну клиентов то я конечно же не снимаю не укладываю я их даже не фотографирую то есть я для этого ну либо модели либо кто-то знакомые либо клиентки которые хотят прийти так скажем бесплатно то пожалуйста я их тоже конечно не буду снять и там можно увидеть результат то есть по тем результатам которые я получаю да я вижу что этот метод он реально работает до этого я обучалась на полимерную депиляцию скин где мне тоже обещали 6-8 недель гладкости и тому подобное но это где-то я в восемнадцатом году изначально училась то есть примерно год проработать даже меньше года то есть люди ждут какого-то результата это второй третий четвертый пятый раз и в итоге так и ходит каждые три-четыре недели волос вырастает точно такой же волос много у кого-то даже переходила то есть на какие-то участки где волосы не росли и поэтому от полимера я сейчас потихоньку начинаю отказываться и делать не только усики ну усики там на лице потому что он очень хорошо справляется с пушковыми и короткими волосками а шугаринг особенно вот этот метод он реально себя оправдал то есть я вижу очень крутые результаты и действительно эти 6-8 недель которые были обещаны они реально есть а такие зоны как ноги руки здесь вообще как видите результат просто бомба так как волосиной фолликул здесь залегает не так глубоко очень быстро выходишь на проплешины то есть это участки волос участки точнее на теле да где волосы уже перестают расти вот тут к сожалению да из-за моей формы одежды не видно да как я начала это делать на ногах но сразу же говорю что я взяла здесь слишком мягкую пасту кожа у меня модели была очень сухая все-таки у нас сейчас зима отопительный сезон кожа очень высыхает благодаря нашему отоплению если замене ухаживать и у вас сухая кожа то последствия я думаю понятно цвет могут быть и поэтому паста мягковатая была кожа очень сильно так скажем для вас за пасту я прям напитывалась из него поэтому сложно было так работать здесь нужно было взять среднюю и даже может или немножко уплотнить вот для многих да сейчас же как это работает в перчатках для них прям считается уровнем мастерства работать на мягких пастах почему я в основном называю до средние и плотные пасты я-то работаю без перчатки то есть паста получается работает совсем по-другому та же средняя и плотная она прекрасно подтаивает безболезненное нанесение у нее благодаря тому что под температурой тела она постоянно находится то есть от моей руки она размягчается плюс от температуры тела клиента то есть вот видите как бы мне вот тяжеловато делать так скажем ножки где-то приходится даже да вот волосы немножко в таком воздействии приходится и так где-то делать то есть здесь нужна была паста поплотнее на эти ножки то у меня я конечно не делала с в общем из-за этого я работаю на таких плотностях конечно если я работала в перчатках то наверное бикини это была средняя или там какая-то средняя мягкая если их смешивать но перчатка вообще чем мне не нравилось я все-таки 4 года отработала в перчатках сильно потеет рука вот реально в перчатке рука потеет потом перчатка может скользить пальцы слепаются там перчатки что их не разлепить да если вот они в пасте ну не очень то удобно ну конечно я в том же привыкла мне вот у меня тут можете найти наверное два-три видео таких стареньких где я в перчатках там в двух и действительно что я замечала гораздо больше было проблем так скажем особенно в зоне бикини с вросшими волосами когда я работала в двух перчатках то есть да больше жаловались на вросшие волосы ходили также каждые 3-4 недели все таки с этой методикой клиенты в восторге конечно отмечают практически все что в росших волос вообще нет их просто нет максимум да у кого-то какие-то там старые вот эти да длинные волоски они наружу вылазят а новых вообще у них не появляется и ходят они конечно же дольше и гладкость у них дольше то есть разница если честно колоссальная и по поводу антисептиков вот у меня там был комментарий оставляла девушка мастер шугаринга с медицинским образованием что антисептики это все ерунда окей врачи хирурги перед операцией вообще врачи вот заметьте в любой больнице особенно вот я не знаю в платных наверное больница везде висит мыло там какое-то дезинфицирующее жидкий антисептик кожный зачем если он как бы не помогает им даже хирурги перчатки обрабатывают вот этим вот антисептиком на гелевой основе потому что он реально действует и делает операцию поэтому я вообще как бы если честно не поняла о чем в речке типа антисептик это все хрень извините меня это не хрень он защищает пахлящий перчаток это как жидкая перчатка поэтому конечно не понимаю немножко такого просто я от реально вам говорю по поводу этого обратите внимание в больницах как то есть даже на те же перчатки они еще сверху наносит антисептик до кучи потому что перчатка она не дает той защиты о которой там я не знаю все думают это простая не стерильная одноразовая перчатка поэтому на ней тоже могут быть какие-то микробы не микробы и вы можете вполне так же это занести клиенту поэтому перчатка вас не защитит если на перчатку делать антисептик кстати одно время тоже вот пробовала так делать данной перчатку еще антисептик сверху наносила вот это может быть да вот это уже идет двойная защита и тогда перчатка становится скажем стерильной и это может иметь смысл вам простые перчатки вас не защищают поэтому в плане антисептика думаю что я уже у многих вопрос закрыла так скажем что действительно антисептики на гелевой основе они обладают пролонгированным действием они работают как жидкая перчатка они защищают так скажем клиенты от меня и меня от клиента вот и все вот ту ногу конечно тут вообще практически не видно да как я тут доделываю когда на следующую ногу перейду там увидите вот там я доделываю уже вообще ноги если честно я не очень люблю почему-то делать уж так сложилось как-то такая зона да она ты скажем большая и как-то я не знаю не очень получается честно ноги все-таки за эти даже до 5 лет сколько я работаю у меня 99 процентов табики не подмышки ходит ну кто-то лицо там дело в основном табики не подмышки я как-то уже привыкла больше наверно к ним чем книгам вот я эти вторую ногу начинал делать и очень тяжело вот я еще раз говорю пасту прям нога впитывает кожа сухая нога про ночи вот это вот все впитывает эту пасту отлепить сложно видите как легко уже раскатывается но это мягкая плотность вот где участке более-менее у нее увлажненная хорошо чем паста прям отлепает где-то вот волоски я тут почищаю еще вот на коленке сейчас я тут конечно вообще так прилично зависну вот коленки кстати вообще у модели очень очень просто сухие плюс конечно да здесь считать подсушил и вот коленка для меня тут вообще адом показалось все видите паста вообще застревает не отдает пасту так боковинку коленки отрабатываю я не знаю если будет как бы интересно пользоваться популярностью ноги надо будет позвать еще одну модель конечно я посмотрю потому что вот после модели у меня была девушка но уже клиентка доктора платно ходит я ей дело той же мягкой пастой но кожа у нее была так скажем ну нормально такая увлажненная и вообще все просто без особых проблем было сделано вообще на ура поэтому что сыноги будет интересно вот именно с такой сухой кожей я возьму просто пасту немного плотнее ведь это тоже камеры задеваю и все вот эта серединка у меня тут залипают вот я ее видите там уже потом просто оставила потому что не могла отлепить и и начинаю выше коленки делать ноги вот уже таким комочком тяжело то хотя я его чуть-чуть уже там уплотнила я просто там уже кое-что вырезала что там и на коленке я уже делала хилл ну как нам надо отлепить эту пасту поэтому я думаю что если будут ноги интересные то я еще возьму напельные ноги и постараюсь там уже получше плотность для ног подобрать я именно постараюсь выбрать чтобы сухие были сухой кожей и вы увидите что плотная паста и там ноги они делаются нормально очень легко просто и без вылипов без всяких а вообще лично я рекомендую ноги начинать с колен пока свежая у вас паста сделайте одну коленку и тут же делайте вторую коленку потому что на ногах самая горячая зона это коленки то есть вы с коленок уже начнете паста у вас немножко размягчится и дальше ногу делать будет уже большую ногу в общем здесь ноги даже не хватает потому что я делала вообще на это как обращайте внимание коже сухая не сухая у клиента и как вы пасту подбираете в зависимости от типа кожи но с бикини с подмышками все понятно а вот на ногах вообще у многих вот приходит и ноги как чешуя просто так скажем то есть вообще очень сухая кожа вся уже потрясающая вот такими ногами у меня бывают да возникают проблемы ну кстати вот этот комочек я на коленке оставила потом я его как-то очень легко сняла то есть еще да такое было что за лифт вы его оставьте чтоб его кожа отпустила и потом вы его снимете легко то есть и 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